Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале и, наконец-то, мой любимый ракурс в прошлом видео. Я даже ничего вам рассказать толком не смогла, я очень нервничалась за ракурсом, мне было неудобно сидеть. У меня было такое ощущение, что я впервые в жизни снимаю мукбанг. Вот почему-то в прошлом видео именно так было. Я не знаю, вы это почувствовали или нет, но, в общем, я обратно поменяла на предыдущий наш с вами штатив, с которым я уже, наверное, где-то 5 лет. То есть даже камера меняется, а штатив все тот же. Что у нас на сегодня? На самом деле, это небольшие пиццы. Я однажды уже снимала для вас мукбанг с этой доставкой, просто брала другие вкусы. В этот раз я увидела пиццу с наггетсами, мне стало безумно интересно ее попробовать, так как это у них новинка. И здесь у нас пицца с ветчиной. Я не помню точно в прошлом видео я именно с ветчиной брала, по-моему, нет. Я брала барбекю и какое-то еще с кукурузой, поэтому все это мы будем пробовать впервые. Я однажды с этой доставкой, с этими пиццами снимала видео, и ко мне пришли в гости, и видео осталось на половине. Настолько быстро они делают доставку. Прелесть просто. Я вот сделала заказ. 21 минута прошла. Я даже толком накрасить не успела. Сегодня я также буду отвечать на ваши вопросы под этим видео, их там очень много. Все-таки я обещала. Одна девушка под предыдущим моим видео пишет комментарии. Зачем вы ей столько комментариев пишете? Она же с этих комментариев зарабатывает. Такой бред я реально нигде не слышала. С комментариев никто не зарабатывает, так что расслабьтесь. А тут я тупанула и прочитала вопрос про себя. Забыла в слов. Я, девочки, редко вижусь с подругами. Особенно в последнее время. У меня вообще, когда осень, портится настроение, нахлынувает какая-то депрессия. Мне вообще не хочется выходить из дома. По вечерам начала просто с кофе гулять. Абсолютно одна. Вот реально это настолько вкусно. Пока что это не пробовала. Когда я в Макбанке начинаю кушать ветчину или самую обычную колбасу, начинаются комментарии. Ты мусульманка, как ты можешь это есть и так далее. Вообще, тему религии лучше вообще не трогать. Но меня вот постоянно за это хейтят. Хотя я никогда не позиционировала себя как глубоко религиозный человек. Почему такой негатив в моей стороны? Я не знаю. Я кушаю ветчину, кушаю колбасу, как таковую свинину. Я никогда, по-моему, не ела. У нас ее нигде особо не продают. Вообще, я к мясу равнодушна. Я больше люблю куриное мясо. Кюльзира задает вопрос. Огромный вам привет. Ставлю на ваш комментарий лайк и отвечаю. Румяна так вам идет красиво. Можно спросить про ваш хрящ, зажил или сколько месяцев он заживает. У кого как, у меня очень долго заживал. Достаточно болезненно. Давайте вам покажу поближе. Здесь кусочки наггетсов и очень мягенькая горячая пицца. Еще сладкий соус очень напоминает соус из мака. Я колола себе хрящ. И вот здесь. Что я могу сказать? У меня подруга в том же месте, где делала я. Я делала бесплатно, за бартер. мне прокололи всего два прокола. И у меня очень долго заживало. Где-то, наверное, семь месяцев я не могла спать на этом ухе. Причем я сразу надела золотую сережку. А потом я сняла золотую сережку. Именно вот эта верхняя часть у меня не заживала. И вот это, наверное, я сняла золотую сережку. Но я не жалею, что я села. Мне нравится, как это смотрится. Последнее время у меня мысля проколоть нос и вставить туда колечко. Я думаю, мне подойдет. Просто такой вопрос, который меня постоянно интересует. Вот каждый день я наношу на лицо тон. Кстати, я нашла идеальный тон, который идеально подошел под тон моей кожи. Он реально белый. В общем, если у девушки проколоть нос, как наносить тональные так, чтобы не задеть. Вот это мне очень интересно. Или каждый раз при макияже нужно снимать сережку, наносить тон, а потом обратно надевать. Насчет там тату и всего остального никаких запретов нет. Если я захочу сделать татуировку, я не думаю, что меня парень как-то будет отговаривать. Он такой достаточно современный. У него у самого здесь татуировка. Просто я сама не хочу. Недавно наткнулась на девушку. которая набила себе целую руку, грудь, лицо. А сейчас это выводит. Настолько это болезненно. Настолько это сложно. Это несколько сеансов надо ходить. Конечно, никогда не говори никогда. но татуировки это вообще не мое. Хотя у жены брата здесь там цветы на одну руку и идет. их тоже обязательно я с вами познакомлю, когда они переедут. у них просто есть вопросы, которые они хотят решить, закончить. и уже ребенок в первый класс пойдет сюда. я только рада, скажу честно. Очень рада. в общем, у меня и у брата есть татуировки. И у жены брата. Все там что-то говорят про менталитет. Сейчас очень много девушек у нас здесь делают татуировки. И уже люди потихоньку нормально к этому относятся. Кстати, эта пицца, вот она выглядит, что она без ветчины. На самом деле, ветчина здесь внутри есть, просто сверху большой такой достаточно слой сыра, поэтому не видно. Но вкусно. я иногда задумываюсь о том, что если брат переедет, я бы могла больше контента снимать. Кстати, на моем азербайджанском канале у меня уже стукнуло 100 тысяч подписчиков, и я получила новую серебряную кнопку, и она, оказывается, отличается дизайном, и она чуть меньше размером, чем мои остальные. Не могу найти, но здесь был вопрос, как ты думаешь, какие плюсы и минусы жизни в России. Давайте начнем с плюсов. Мне кажется, первый и существенный плюс это то, что есть материнский капитал. Я думаю, что молодым мамочкам это очень помогает. Потом есть детские пособия. мне нравится то, что люди там, им как бы плевать на друг друга. В каком плане? Например, ты пятый раз вышла замуж. Тебя за это никто не будет осуждать. Но у нас здесь будут про это говорить. Я знаю одну женщину, она пять раз была замужем, и все пять раз официально ей сделали предложение, она выходила замуж. и уже все знаете обсуждают. Затем в России морепродукты дешевле, чем у нас. Это уже считают существенным плюсом. Ипотека более доступная. из минусов, что я могу отметить. Ну, на нынешний момент Россия под санкциями. Из своего любимого маркетплейса, к сожалению, ты не можешь сделать заказ и заказать то, что ты хочешь. Нет каких-то мировых брендов. Я считаю, это существенный минус для меня, по крайней мере, точно. Мне очень нравится Новый год в России. Такого Нового года, мне кажется, нигде нет. Люди везде пытаются создать этот вайп Нового года, но мне по ощущениям, мне кажется, вайп Нового года есть только есть только в России. Возможно, мое детство там прошло и у меня какие-то теплые воспоминания. Везде снег, там пьяные люди где-то как-то от души отдыхают они. Они реально отдыхают. Возможно, это просто в детстве. Я забыла в прошлом видео вставить вам фотографию. Я там говорю, вот в этом платье я была на знакомстве с родителями парня, потом забыла вставить. В общем, я была в этом платье. в этом желтом. Я надела, надела, на мне были каблучки. Я сделала кудри, такие волны. Мне кажется, выглядело очень даже неплохо. На этом все, мои хорошие. Было очень-очень вкусно. А вы, в свою очередь, не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.